Хей-о, всем друзья, здравствуйте всем, с вами Маклаксон, ребяточки, и добро пожаловать на новую серичку по МТА провинции. Дорогие друзья, сразу всем напоминаю, что я играю на седьмом сервере, не забывайте начинать играть вместе со мной, используйте мой промокод Маклаксон, давайте я вам его сразу покажу, вот он, пожалуйста, в разделе реферальная система, можете его активировать. Друзья, сразу всем приятного просмотра, возможно, как будто приятного аппетита, и поехали. А, ну да, ребята, еще не забывайте поддержать серичку вашим лайком и подпиской. Я нахожусь у себя дома, давайте прежде чем перейти к основной сути сегодняшнего видеоролика, быстренько посмотрим вот на это чудо. Что это у нас? Это у нас Хала, мать его, Дильник. Да, я думаю, что многие слышали и видели это обновление недавнее, в общем-то, я тоже его когда увидел, я уже подумал, неужели карта? Неужели вот так вот неожиданно разрабы решили выкатить карту, прям вот так ее на вам в лицо прям кинуть? Вот, посмотрел я этот трейлер, конечно, жестко угарнул, ну что, все равно полезно, я считаю, полезно, ребят. Еду есть где хранить теперь, ну и вообще, в целом, это просто дополнительное хранилище для дома. Вот, пожалуйста, я себе тут пельмени наготовил, так что... О, кстати, ребят, точно, можно взять с собой, потому что у меня нет еды как раз. Это нам сегодня пригодится. В общем-то, вот такое вот, ребят, обновление, там еще что-то с аукционом, но я, честно говоря, за это не особо шарю. В общем, друзья, как вы поняли по названию сегодняшнего видео и по превью, сегодня я открываю контейнеры. Да, впервые, впервые вообще на провинции я это делаю сегодня, буду надеяться, что все пройдет вообще надо, ну как надо, все пройдет нормально. В общем-то, краткая история. Я и так планировал снять видео по контейнерам, копил денюжки активно с прошлой серии, накопил около 600 тысяч уже. Вот, ну я, естественно, не планировал открывать на такую огромную сумму, я хотел открыть несколько российских, я просто приезжал на контейнеры, я смотрел уже. Знаю, что российские контейнеры дешевые, ну и дроп там, честно говоря, тоже такой себе. И вот мне пишет подписчик, говорит, слушай, братишка, я там тебе, так сказать, на контентик скинул, открывай контейнеры. Захожу я на свой банк и вижу, что он мне скинул 888 тысяч рублей, да, да. Открываем банк, видим, что у меня миллион пятьсот три тысячи на данный момент. 888 это подарок, все остальное это я заработал честным трудом. Поэтому, друзья, сегодня мы открываем контейнеры, да, 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 выходим, выходим на улицу. Насколько я знаю, меня он должен уже ждать здесь, да, вот он, Клаудио Сальваторе. В общем-то, ребятушки, благодарим его за, так сказать, спонсирование этого ролика. Давайте пожмем ручку, он, наверное, ФК стоит, я не знаю. Здравствуйте, здравствуйте. Так, что такое? Так, стоп, это у него проблемы с... Это у него, он вылезел. Так, окей, сейчас, ребят, я его дождусь, он просто изъявил желание поехать вместе со мной на контейнеры. Так что сейчас я его жду и мы едем. Итак, ребятушки, все, он зашел обратно. Все, сейчас мы поедем. Здорово, здорово. Ну, слушай, короче, сейчас давай заедем сначала в банк, я сниму денег и уже поедем потом на контейнеры. Все, ребят, вот так мы сейчас и делаем. Прыгаем по машинам, по машинам! И погнали, погнали. В общем, ладно, друзья, у нас сегодня и так серия предстоит, надеюсь, что насыщенная. Для меня она будет очень долгой, потому что, сами знаете, что контейнеры появляются раз, во сколько там, раз в 15 минут. И открывать можно всего лишь по одному. Так что, ребята, это будет очень долго для меня, для вас же нет, потому что я все, естественно, буду скипать. Поэтому, друзья, я поехал. Давайте увидимся с вами сейчас уже в порту города Невского на контейнерах. Все, я, точнее, мы погнали. Так, ну что, друзья, вот мы и заехали в порт. Уже приближаемся к контейнерам. О, по-моему. Так, о, господи, хоть бы их разгружали, а не загружали обратно. Пожалуйста, пожалуйста. Так, что делают? Разгружают, да, по-моему, только? Ой, хорошо, ребята, похоже, как раз успел. Так, ну только здесь уже стоят люди, блин. Сейчас посмотрим. Ну-ка, разошлись, блин. Дайте мне мой первый контейнер. Контейнеры выгружают. А, кстати, да, я снял ровно лям. Ну, естественно, я не буду тратить весь миллион, я, как бы, не совсем того. Вот, а так вообще, конечно, посмотрим, посмотрим. Вот, Елена. Вот, Елена, вы открывать или нет? Вообще, она 20 минут уже, да-да-да, согласен. Ну, сейчас посмотрим, будет ли кто-то открывать. Так, ну, ребят, значит, смотрите. Кстати, да. У меня уже, как видите, еще уровень. Уже достаточно, достаточно хорошо прокачалась в прошлой серийке, ребята. Старался по максимуму. Ну, вы сами понимаете, я денежки копил, работал много. Вот все, как дальнобойщики открылись, ребят, мне стало проще. Я просто стал чередовать ЖБК и дальнобоев, и как-то, знаете, полегче, полегче пошел процесс. Вообще, что у нас здесь еще есть? Смотрите, японские вот эти, ну, блин, дорогие автомобили здесь, Евросоюз, тоже дорогие. Ну, Америка это вообще не обсуждается, особенно с автомобилями, они там что-то миллионов по 6, по 7, по-моему. Так, это все тоже не для меня. Я хочу, ребят, открыть, вот стоит российский контейнер, дешевый. Интересно открыть его. Тем более, там, знаете, всякие КамАЗы падают. Я надеюсь, его никто не будет открывать. Ребят, 123 тысячи. Братан, ты что будешь открывать? Можно российский первый контейнер? Что, ну-ка, уступит, уступит. Или он может даже не планировать? Опа, от души, от души. Все, ну, ребят, ну, смотрите, как хорошо у нас все складывается. Я-то думал, сейчас приеду, тут контейнеров нету, надо ждать. Или потом люди появятся, начнут перебивать. Потому что я уже приезжал на контейнеры смотреть. Тут, ребят, часто борьба, часто не хотят уступать. Тут тоже все хотят российский, почему-то открывать даже мажоры приезжают на всяких ешечках. Так, вот еще у нас парень. Сейчас посмотрим, пойди открывать хочешь, нет? Он вообще рабочий, работяга, что он тут делает? На спецтранспорте. А ему так можно делать, а? Братишка. Смотри, я, конечно, стучать не буду админом, но мне кажется, это не совсем правильно. Он на рабочем транспорте и в рабочей форме, и приехал, как бы, ну, по своим делам, можно сказать, да? Так, ребята, все. Внимание, внимание. А сколько ставить? 123, да? А, все, я понял. Это минималочка, короче. Да все, я поставил 129 тысяч 150 рублей. Ну, все, ребятки, полетели, полетели, господи, искупался. А что, подожди, как он выбрался? Тут выбраться можно? Ну, я проверять точно не буду. Так, ну, смотрите. Елена у нас стоит АФК уже долго. Сейчас 30 минут, если она простоит, ее кикнет система. Получается, что? Все, контейнер, наверное, мой. Что здесь по шансам? Да, конечно, хотелось бы газ, там, победа. Я знаю, что, по-моему, он около миллионов стоит. Весту можно, да, да. Можно все, что не в минус, друзья. Вот я согласен на все, что не в минус. Сейчас посмотрим. Мой первый контейнер, ребятушки, на ваших глазах. Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим, друзья. Ой, подожди, а сколько там времени-то осталось? Так, 30 секунд еще, хорошо. Так, ну, знаете, хорошо, что я все-таки не один здесь. Да, согласен, что нет конкуренции. Хорошо, что все-таки Клаудио решил поехать со мной. Уже не так скучно мне будет. Ну, и если что-то такое суперкрутой дропнется, я мало ли не узнаю. Вдруг здесь есть какие-то эксклюзивы наверняка. А он мне скажет, типа, Ася, тебе повезло. Так, все, ребята, контейнер мой. Вот это повезло, я считаю, вот это повезло. Так, ну-ка, давай, поехали. Так, так, слушайте, слушай, что, в плюс, что ли? О-па-па, ща-ща, ништяк. Слушайте, не знаю еще, насколько окуп сейчас, ребята. Продавай. Не, ну, тут я как бы согласен. Ого-го-го, а, ну хотя, блин, 133. А я сколько? Я 129 тысяч поставил. Короче, я в плюсе на 3850 рублей. Супер. Не, ну, хорошо, что не в минус. Так, ну что, ребят? Первый, первый контейнер, ну, уже неплохо, уже неплохо, ребят. Главное, что плюсик небольшой, знаете. Я просто боялся, что я сейчас приеду и сразу, сразу минус 50 тысяч будет. Или там еще больше, вон, тем более, видите, он писал, что большой шанс того, что АК упадет. АК вообще там копейки какие-то стоят. Ну, все, ребят, сейчас ждем. Я сижу, жду, отдыхаю. Вот, пожалуйста, я себе тут даже похавать приготовил. Ну, как приготовил? Еда богов. Жду следующую партию контейнеров. Хочу, естественно, подкрывать еще. Так что, ребятушки, все, с ним буду через секундочку. Итак, друзья, приехала вторая партия контейнеров. Вот они разгружаются сейчас на данный момент. Один вот такой вот интересный контейнер. Господи, ребята, орут, вовсю бегают. Короче, ребят, вот такой вот интересный контейнер тут есть. Евросоюз, автомобили и 422 тысячи. Мне сказали, что для Евросоюза автомобилей это еще даже прям дешевая такая цена. Так что, ребят, я думаю, надо, надо открыть его обязательно. Тут есть интересные автомобили. И, в принципе, может неплохо так повезти. Да, я, наверное, могу здесь, конечно, все-таки просрать денег. Но Россия за 265, а, за 165, дорого. Не, реально, для России за 165 это, ребят, прям очень дорого. Так что открывать будем вот этот. Друзья, ладно, сейчас ждем выгрузки всех контейнеров. И, скорее всего, я открываю вот этот контейнер номер один. Евросоюз автомобилей за 422 тысячи. Сразу, ребят, хочу предвидеть возможные некоторые комментарии, которые появятся у индивидуумов некоторых, которые уже появлялись у некоторых людей, когда мне кто-то давал 100 тысяч здесь. Опять же, кто-то из подписчиков дарил. Ребята, я напоминаю, что я снимаю не путь бомжа. Я и так сюда не доначу. Играть у меня целыми сутками возможностей нету, потому что у меня учеба, личная жизнь, плюс съемки других роликов. Вы сами должны понимать, что если я буду делать все абсолютно самостоятельно, без помощи подписчиков и доната, мои видосы уже через неделю потеряют актуальность, потому что я просто каждую серию... Что я вам буду показывать? Вы хотите, чтобы видео выходили раз в месяц? И я спустя месяц такой, о, ребята, я поднял уже девятый уровень. Поэтому, когда мне предлагают небольшую помощь, я соглашаюсь. Вот, например, я не планировал, что мне подарят 888 тысяч. Мы договаривались с ним на 500. Но это он уже мне так решил сам сделать приятное. Скинул сам такую сумму. Я уже, ладно, не стал отказываться. Думаю, ладно, устроим. Кайфовое открытие контейнеров, ребята. Все ради видосика, все ради вас, все ради интересного контентика. Поэтому можете эти комментарии не писать. Отвечать я на эти глупости ваши не буду больше. Все, я все объяснил нормальным людям. Добро пожаловать, приятного просмотра. Остальные, пожалуйста, можете не смотреть, если вас такое не устраивает. Опять же, это не путь бомжа. Я про это ни разу не говорил. И в самом первом видосе я просто сказал, что я начинаю снимать. Начинаю играть и начинаю просто снимать видосики по провинции. То, как у меня здесь идет игра моя. Как прет здесь моя жизнь, правильно? Ждем контейнер и будем открывать. Кстати, пошлите, давайте посмотрим, посмотрим, какие у нас здесь еще выпали. Короче, здесь Россия за 165, Россия за 136. Так, и тут Россия за... Ну, херня, херня. Так, сейчас подождем, написал. Кент сейчас сказал, там самая дешевая машина за 135 вроде. Самый неокупной кейс, считай. Бля, про Евросоюз, что ли? Ёкарный бабай. Ты про Евросоюз? Бля, ну не знаю, слушай. Ну так-то, смотрите. Ха-ха, Passat. Бля, Volkswagen Passat, конечно, ребят, получить за 420 тысяч очень не хочется. Ну так-то, да, тут говно тачки есть, там Passat есть. Мерс я видел. Даже епошек нету, друзья. Короче, друзья, все, все контейнеры выгружены. Ничего больше нету. Два российских с автомобилями, но их ребята уже открывают. Так что, ну, пофиг. Рискнем, рискнем. Вот, он говорит, здесь 37% на выпадение Мегана. Ну здесь еще Рено Логан, ну всякие. Блин, ребята, понятное. Понятное дело, что я сейчас, скорее всего, уйду в жесткий минус. Но, кто не рискует, тот не пьет шампанское, друзья. Поэтому рисковать нужно. И то, для Евросоюза цена, как мне сказали. Ну, я, в принципе, сам так думаю, что для Евросоюзного контейнера это еще цена вполне такая хорошенькая. Так что все, друзья. Ставим. 443 тысячи. Все, ставка сделана. Ну и все, друзья. Ждем полторы минуты и открываем. Остается 20 секунд. Ну, уже 15. Сейчас даже дропнется 100 прос, какая-то херня. Я скажу, зачем я это открыл? Не, вообще, друзья, ладно. Я не буду жалеть, потому что все-таки это интересно. Лишь бы не пассата. Давай, удивляй, блядь. Давай, давай, сколько там секунд? Сколько, сколько? Блядь. Ну, я так и думал, что будет какое-то дармо. Или что? Подожди, окоп, что ли? Окуп, что ли? 355. Ну, да. Да, мы в минусе. 355. Да, мы в минусе, но... Ребят, минус-то? Вот так усеньки. Вообще, вот так усеньки. Я ничего не теряю. Да, я мог на свои бабки здесь даже спокойно открывать, ребят. Так что, да. Охота, охота, блин, открыть очень сильно японский. Вот япошки здесь бывают, да? Как мне вот сказал Клаудио, нормальная, адекватная на них цена. Где-то по 700 тысяч, по 600. Вот 600 это прям идеально. Или сколько там, 690. Типа, если 800, это уже дороговато считается. Поэтому, друзья, мы снова отправляемся ждать контейнеры. А, кстати, вот что пацаны достали. Ну, кстати, 4-ка, неплохо. Пацаны, поздравляю. По-моему, вы в плюсе. Спасибо. Вишневая синюшка. Спасибо всем большое, да. Давайте, давайте. А я в минусе. Всем удачи. Всем удачи. Все, пацаны, пацаны попрощались, значит мы завершаем видео. Короче, ладно, мы отправляемся ожидать снова контейнеры. Надеюсь, что приплывут в следующий раз японские. И надеюсь, что он не будет оверпрайс. Так что, ребятки, снова увидимся с вами через буквально мгновение. Поехали. Итак, друзья, прошло очень много времени. Уже приезжала целая партия контейнеров. Теперь они снова проп... Точнее, как... Это уже еще через одну партию, ребята. Потому что та партия, когда приехала, там все контейнеры были экстра дорогие. Не было ни одного российского с автомобилями. И нам пришлось пропустить целую партию. И вот мы еще следующую дождались, ребята. Здесь два российских контейнера с автомобилями. И три желающих открыть человека. Это я. И здесь еще два парня. Так что я надеюсь, что я сейчас смогу открыть этот российский контейнер. Все. Вроде бы все выгрузили. И чувствую, что это последний на сегодня контейнер. Блин, я хотел, ребята, открыть японский. Очень хотел открыть японский. Тысяч там за 700 или 800 хотя бы. Но тут были два японских контейнера с тачками по 950 тысяч. Я думаю, что это слишком... Слишком дорого. Вот еще кто-то пришел, возможно, тоже хочет открыть. 33% на аку. Да. Чувствую, говно прям... Говном пахнет. Ну, я и говорю, ребята, охота... Охота японочку, блин. Ну, что, перебьет? Пойди. Что, тоже приехал открывать? Ну, конечно, конечно, конечно. Я вот не знаю, ребята, открывать, не открывать, блин, или что? Ну, знаешь, по-братски мы тут тоже стояли, сейчас все ждали. Сейчас стояли, решали. Два контейнера, три желающих открыть. Вот там... Давай, брат, я тебя спасу от... От... От неокупа. Если хочешь, конечно, ставь, я больше не буду перебывать. Пожалуйста, пусть решает. Все, все, за 128 я еще как бы готов открыть это, чувствую. Говном прям попахивает отсюда, как инокретно через воротины. А так, конечно. Это тоже, да. Да, бля, я японский хотел открыть вообще с машинами, но... Нету, нету японских. Сколько они там стоят? Да по 800. Ожидаем финальные секунды, финальные 15 секунд. Сейчас глянем, что упадет. Ну, поехали. Как-то не будет, мне кажется. Согласен. Такс... И что, почем она? Так, ребятки, и почем это Волга? Ааа, я в плюсе. Здравствуйте, здравствуйте, ребятки. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, подожди, стоп. Так, 157 она стоит. Так, ну, 157 машина. 128 контейнер. Ну, так. Повезло, повезло. Ну, ребят, как-то так. Ну, конечно, в общей сумме по сегодняшней серии я в минусе. Но зато с российского контейнера я чуть-чуть, ребятки, окупился. Блин, я хочу. Хочу жестко, хочу открыть японский контейнер, блин. Может дождаться еще следующего раза, но я прям не могу, ребят. Я хочу японский, мать его. Ладно, все. Я жду последней партии и открываю что-нибудь еще. Если ничего не будет, то все. Мы снова ждем, ребят. Итак, друзья, спустя еще целую вечность, наконец-то, контейнеры привезены. Ну, честно говоря, опять такие себе контейнеры. Смотрите, здесь у нас контейнер с автомобилями за 90 тысяч. Его уже парень забронировал. Японский слишком дорогой, открывать я его не буду. Поэтому остается мне, ребята, открыть вот этот за 166. Да, это дорого. Эмилька, а мы тут уже это, все забронировались. Он что? Открывать собрался, что ли? Ну, братан, ну 166, ну дорого, ну куда ты? Так, короче, сейчас еще, сейчас все возможно. Возможно, сейчас тут еще ребята все будут перебивать. Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим, что будут ставить. Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Так, ребятки, я ставлю первую ставочку тогда. Ага. Ну, не, ну это дорого слишком. Не-не-не, слишком дорого, это лютый, да, бля, ну это лютый минус, мне кажется, будет. А больше 166 не надо старить. Да, согласен. Это 160 макси для контейнера. Макси для контейнера русского, это 160. Тут не повышается шанс. Бля, не-не, я не буду. Сейчас, сейчас просто увидим, что упадет и все. Ну и, что ему падает за 170 тысяч? Таксисты понаехали. Давай-давай, удивляй. Давай-давай, посмотрим, посмотрим. Ну, я говорил, что... Не, херня. Ребятки, короче, вот такой сегодня денек получился. Какой-то безбашенный, блин. Я так и не открыл ей пошечку, черт. Я уже, я уже 4 или сколько, уже 5 раз. Или 6 раз уже мы тут ждали эти контейнеры уже очень долго по времени. Друзья, я как-нибудь открою японский контейнер, но сделаю это за серией, вне серии. Просто, когда будет свободное время. Обязательно запишу то, что упадет и вставлю фрагмент, если что, в следующий видосик, чтобы вы знали. Поэтому, ребят, пока что на этом все. Пока, да, все. Пока что мы на этом тогда завершаем серийку. Спасибо вам всем огромное, друзья, за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Если вы очень хорошо поддержите эту серийку, ребята, в следующий раз я поднакоплю еще больше денег и сниму еще серию про контейнеры. Но тогда я уже точно пооткрываю японские, постараюсь. Как можно меньше российских, как можно больше японских хотя бы, да. Американские не обещаю, они стоят слишком дорого. У меня пока таких денег нету. Поэтому, друзья, пока как-то так. Еще раз всем огромное спасибо, друзья, за просмотр. С вами был я, МакЛаксон. Всем большой удачи, хорошего настроения и увидимся с вами в новых видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok